Микс Ньюз Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме и вот одна из ближайших, ну, премьер в Рижском русском театре имени Михаила Чехова Это «Драгоценные камушки жизни» по пьесе британского писателя и режиссёра Дункана Макмиллана И буквально 29 февраля, вот 29 февраля, кстати, такой редкий день в году, раз в 4 года Можно будет посмотреть премьеру, а затем, ну, вот эта пьеса будет, спектакль будет показан уже в репертуаре театра И сегодня у нас актёры театра Анатолий Фичин и Иван Стрельцов Здравствуйте, доброе утро Здравствуйте Доброе утро Вы говорите, что он очень похож, я понимаю, что и играете одну роль, да? Так и есть, да Да-да-да-да, одинаково играем Одинаково плохо, да Нет, почему, ну, каким... Это мы шутим, шутим, конечно Каким образом получается, что появляется в театре, вот, например, ну, я не знаю, как это называется Моноспектакль? Да Это всё заслуга Рейзи Калнани, которая выбрала эту пьесу, хотела её сделать И произвела в театре кастинг, по счастливой случайности мы попали Да-да-да-да Как играть? Как вы репетируете? Это же всё равно перенимается какая-то манера друг к другу Как-то вы отдельно друг к другу Или у вас есть вот так надо, значит, эту сцену вот только так, значит, так Дело в том, что я параллельно репетировал пять песен по памяти Насташи его И Толик больше репетировал с Рейзи И он как бы сейчас поопытнее меня Я догоняю, я догоняю Ну, да, мы с Ваней немножечко разные по возрасту Ваня старше Нет, поэтому у нас, наверное, разные спектакли будут Сейчас пока сложно об этом говорить, но, да Я думаю, что сто процентов будет разное У меня будет чуть получше Естественно Моноспектакль Насколько вот это действительно ответственность, когда нет, не знаю, за кого спрятаться Нет на кого свалить вину Ты, вот, шо ж ты, вот, всё виноват, провалил там спектакль Это очень ответственно И, честно говоря, страшно Это такой вызов себе И это немножечко ещё спектакль с работой со зрителями Ну, непосредственно такой слегка интерактив Вот, и, конечно же, это испытание Для меня это первый опыт И даже, наверное, для театра первый, не знаю Да, для меня тоже самое Я просто сам, я два месяца назад появился в театре Я сам приехал из Минска Да, я из Беларуси Тёмная лошадка Тёмная лошадка, да Поэтому для меня тоже Как принимали вообще в театре? Как это, вот, я не знаю, существует ли дедовщина, прописка, я условно говорю Два месяца уже у наставшего репетировали Да, ну, на самом деле Это и была основная прописка Да, это была основная прописка На самом деле, я очень боялся, когда я сюда ехал Потому что в Минске была трупа очень дружная Все со всеми дружили У меня крёстный отец моей дочки Именно актёр театра Максима Горького в Минске Я боялся, когда переезжал Но, знаете, с первого дня люди все очень добрые Вот Толик, безумно добрый человек Никогда меня не подкалывает ничем Не бьёт, уважает Как личность и как артиста Как личность, да, как артиста И вообще, в целом, трупа замечательная Действительно замечательная Все очень дружные Это круто Мы старались пустить пыль в глаза Первые два месяца, да Насколько сложно, кстати Вы же репетировали с Рейзи и Калныни Насколько язык, может быть, я не знаю Менталитет какой-то Был ли барьером, сложностью для вас? Нет Ну, на самом деле, если честно, я в шоке Потому что она настолько чувствует язык То есть, я понимаю, что это не первый язык Но она его чувствует действительно Потому что мы, когда во время репетиции Проходим ту или иную сцену Она говорит, давайте изменим слово здесь Вот на такое-то И ты понимаешь, что да, это точнее То есть, информация будет восприниматься лучше зрителям Это круто Это реально круто Да и вообще, это большой подарок Рейзию, ну, я знал как актриса Но не знал лично А теперь во время спектакля Очень сильно сближаешься и с режиссером И с партнерами Если это не моноспектакль Вот И она потрясающая Просто и как человек И как режиссер Очень Только одни похвалы могу произносить Ивана, вы со своими предложениями Тоже какими-то приехали? У вас школа-то опыт чуть-чуть другой Если здесь уже сложившаяся труппа Уже там плюс-минус все притерты У вас, может быть, свой взгляд на какие-то вещи Насколько вы смело можете его высказывать? Если он есть Другой взгляд? Ну, я здесь появился Я сюда приехал только для того, чтобы Я понимаю, что это ступень выше для меня В моей карьере, в моей жизни Потому что, к сожалению В Беларуси к театру не так относятся, как здесь Такой культуры нету То есть у нас есть хороший режиссер У нас есть безумно хорошие актеры Но, к сожалению, это все не продвигается Потому что, опять же, вот Я за два месяца, что здесь Я уже на радио На радио я первый раз Но в перспективе еще Меня уже позвали На какие-то эфиры Какая-то была пресс-конференция На телевидении были То есть для меня это как актер Именно это впервые Потому что у нас Я шесть лет работал в Минске У нас такого не было То есть отношение именно вовлеченности В актерское дело К театру и так далее В культурную жизнь столицы Да, да, да Я как бы не приходил там Я понимаю, что в чужой храм со своими Этими экономами нельзя приходить Поэтому я просто сейчас Так как мышка хожу и наблюдаю Смотрю, что происходит Но мне пока безумно все нравится Дирекция театра То есть Дана Бьорка Она безумно крутая А как получилось То есть это было желание С вашей стороны Или вы получили приглашение То есть к каким образом Нет, этим летом Да, пришли говорить о спектакле А говорим обо мне Этим летом я увидел Что театр У них набор идет Им нужен один человек И я долго думал Мы обсуждали с семьей И я поговорил с женой И она сказала Давай пробовать Я просто понимал Что это лучше будет для меня Для моей карьеры И для развития И я приехал летом на кастинг Он был достаточно большой Я не знаю точную цифру Но я людей много видел И они заинтересовались во мне И мы начали уже вести Какие-то переговоры Потом появилось Пять песен по памяти И потихоньку меня начали Как бы вовлекать в работу театра И в январе мне сказали Что меня будут брать И взяли Как-то так Вы сказали фразу Надо все попробовать В этот момент я прочитала У вас на майке Все без толку Без толку Надпись такую Это реклама Это реклама Спектакля Эти песен по памяти К чему готовится зрителю Вот я уже возвращаюсь К драгоценным камушкам жизни Что его ждет Мне кажется Это очень трогательная И смешная история Про взаимоотношения В семье Про Ну нет Нельзя так наверное Определять Это Это про человека Ищущего Сложно Сложно сказать Но Но для меня Она безумно трогательная Я уже когда пьесу читал Слезы наворачивались Но не потому что Не закончилась Я всегда Очень трогательная история Я всегда когда читаю И смешная До сих пор читаю То есть Перечитываю полностью Я всегда плачу Я не знаю почему Но у меня всегда Так вот сижу На самом деле Там самая очень Большая тема важная Это Жизнь То есть я думаю Что это пьеса про жизнь Но это конечно Да Мы немножечко подразумеваем другое Мы не хотим рассказывать Чтобы Ни за что не цепляться Но жизнь не в том смысле В котором вот мы все живем Каждый день А ну жизнь что ли Как ценность Ценность Да Это будет малая сцена Да На малой сцене Можно будет посмотреть Вы упомянули Вовлеченность зрителей В том числе Если кто-то не хочет Быть вовлеченным Или наоборот Хочет быть вовлеченным В какие ряды садиться Поближе к сцене И подальше от сцены Это тоже сюрприз Есть секрет Нет Все будет проходить По желанию зрителя Конечно Без принуждения Без принуждения Я собирался принуждать Ну вот сразу Разные подходы Разные актеры Разные подходы Разный менталитет Как вы делить Между собой будете Как это происходит Кто когда Это дирекция Делит Когда-то мой спектакль Ну я думаю Что я буду больше играть Потому что Толик занят В театре больше У него больше спектаклей Нет на самом деле Я шучу Действительно да Нас будут ставить По порядку Ну по порядку Или когда допустим У кого-то из нас Вечерний спектакль На малой сцене Будет вечерний У кого-то из нас Ну да Это все администрация решит То есть не будет такого Что у вас там условно говоря На основной сцене В первом акте А потом выбегаете Значит отыгрываете Этот спектакль Потом возвращаетесь К последнему акту То есть так не получится Так не получится Так не получится точно Да В этом году Такое новшество Тоже и Нового руководителя Ну относительно нового Да уже Это Проход Таллинг На котором тоже Идут спектакли И идут Это не Единоразовая акция Это постоянно Вам приходилось Играть на проходе Или может быть Вы от коллег знаете Как Как им там Я знаю Я знаю что это Очень интересный опыт Мы хотели отправить Ну то есть не мы Дирекция хотела отправить Спектакль «Правду» Который на малой сцене идет Но с автором не договорились Автору нужно было Чтобы это был Именно театр Автор Ныне живущий Французский И он сказал что Нет Только театральная площадка Поэтому повезли Граненку На которую Полностью правил Права У театра Вообще Это интересно Я не пробовал Но ребята Рассказывали Что это Очень необычный опыт И ну как бы К этому нужно привыкать Вообще Любая Любой выезд Ну гастроли На чужой площадке Они немножечко Отличаются От тех Спектаклей Которые проходят Ну уже На привычном пространстве Ничего плохого Они не говорили Но плюс Это еще путешествие Ну то есть Плывем туда Там гуляем И плывем обратно Это же И поработали И отдохнули Да Получается Что играете Вы один вечер Или Ну то есть По дороге туда Или туда и обратно Если я не ошибаюсь По дороге обратно Но я могу Ну так как меня не было Я только Ну насколько помню По моему По дороге обратно Про зрителей Из других городов Хотелось бы поговорить Раз уж мы Пароход Затронули Есть ли у них Возможности Надо приезжать сюда Или какие-то гастроли Тоже планируются По поводу нашего спектакля Я пока еще не знаю Мы пока не выпустили Ничего еще не планируется Пока только выпуск планируется Но Нет Мне кажется Театр достаточно активно Гастролирует Ну по Латвии уж точно В Венспилс Мы по моему Ездим раз В месяц Ну Каждая постановка Новая Обязательно бывает В Венспилсе И за прошлый год Ну то есть у нас сезон С сентября начался И мы Ну я лично был В Венспилс В Валмера Два раза Даугавпилс Кулдыга Ну то есть охватываем Достаточно Ну я не знаю Насколько Весной собирается Театр ехать в Питер Ну С твоим спектаклем Да Вот и сообщили Вот и Иван Как раз Будет возможность Поиграть этот спектакль Здесь Ну готовятся гастроли Да-да-да Я и говорю Что ты здесь Будешь играть Камушков А я А Канкун Поедет В Сан-Канкун Спасибо Канкун Иван К вам приходили Уже зрители Из Белоруссии Например Моя жена Самый преданный Зритель Да На самом деле Это было Очень неожиданно Мы играли Короля Лир Мой второй спектакль И Он закончился Я стоял на поклоне Я кланяюсь Первый раз Второй И потом так В центр смотрю Думаю О какая симпатичная девушка Потом так Господи Это же моя жена Я такой Всем ребятам Моя жена приехала Моя жена приехала Они такие Ну хорошо Нормально успокойся И Вот это мой Да Первый зритель Моя любимая Прекрасная жена А так Я не знаю Кстати Может быть кто-нибудь Приезжал Но они об этом Не говорили У нас просто У нас Такой менталитет Иногда Не выкрикивали Из зала Позор И слава богу Как вчера Не было А как вчера Было Это запланированная Акция Да Запланированная Акция Я пошутил Вы видели Видите Наверное Главный вопрос Зрители Всегда Вы зрителей Видите Да То есть хорошо Хорошо Ну рядов на 10 Можно определить Кто сидит Но если засматриваться Но стараемся Не делать этого Это из зала Сразу же видно Когда актер Начинает сквозить Глазами Выискивать У нас в Минске Актриса одна была Она всегда Со зрителем Заигрывала То есть она Всегда играла И она как бы Делала так На зрителя И смотрела реакцию Как бы Они подключены Или не подключены Это было Немножко странно Всегда Особенно когда В зрительном зале Сидел И как бы Ты сидишь И смотришь спектакль Или как бы человек Которого ты знаешь Она актриса Типа должен кого-то Играть Образ какой-то А она Все время с тобой На протяжении Полтора часа То мне не знаю Заигрывает Да заигрывает Но это очень странно Вот кстати По поводу зрительного зала Очень Я не знаю Актер каждый по-разному Потому что Некоторые Я знаю Что не смотрят Не общаются со зрителем Не смотрят в глаза Во время спектакля Они смотрят Чуть поверх головы Четвертая стена Да Это да Тоже может быть Но в любом случае Театральные правила Диктуют то Что ты должен работать Ну чаще всего На зрителя Имею ввиду Поворачиваться Ты не будешь Так всегда Вот работать Зритель иногда Не услышит А извините пожалуйста Если Мы как раз Отклонились от микрофона Если Если в зале Какие-то вот места В смысле Я имею ввиду На сцене Где не слышно звука Вот эти легендарные Ходят же байки Что актеры могут Что-то переговариваться Между собой Зрители Их не слышно Не знают Вот эти вот Звуковые ямы Прекрасно понимают Что отсюда идет В зал А здесь Ну нет Это просто наверное Уровень посыла Звука Просто когда ты понимаешь Что нужно Достучаться до последнего ряда Как и любой жест Ты не можешь его сделать Маленьким Потому что Ну сцена сразу съедает Все Ты должен делать Если уж ты руку подаешь Ну как бы Это должно быть Какой-то более широкий жест Так и голос Ну а когда ты начинаешь Говорить так И отворачиваясь Немножечко Вообще Когда отворачиваешься От зрителя Вот спиной Нужно там Не знаю В пять раз Сильнее стараться Говорить Это иногда Изнутри Выглядит идиотично Потому что Ты должен сказать Что-то так Чтобы услышали Но при этом С каким-то отношением Ну приходится Форсировать звук Но это Ну для этих вещей Микрофон Опять же тоже для меня Да Это было впервые В русском театре Здесь Используют микрофоны И это правильно То есть Я всегда Ну я не скажу Что я мечтал Но у меня всегда было желание Просто Объясню Если есть микрофон То возникает Эта интимность То есть Ну да Камерность Камерность Взаимоотношения Правда Которую добиваются Не знаю Режиссеры Которые хотят Видеть зрителей Это правильно То есть Когда Ты начинаешь Форсировать голос То Это немножко фальшь В любом случае Будет Я не знаю Ну есть гении Которые делают Это И с микрофонами И без Я так не научился Только От задачи режиссера Зависит Нет Если режиссер Делает такой Камерный Интимный спектакль То конечно Микрофоны Очень помогают Если Это Более масштабное А вот это Камерный спектакль Камушки Да Но это на малой сцене Там конечно же Микрофонов не будет Там Небольшая плачная Но вот Будет ли Вот этот момент Который Знаменитый Когда актер Владеет залом То есть Когда вот Муха летит И там вот Слышно Вот эти паузы Мхатовские Когда вот Все аж звенит От этой тишины Зритель там Я думаю Сто процентов Да Очень конечно Хочется Чтобы это было Ну Так как все это В перспективе Да Конечно мы Над этим работаем Чтобы было Владение Зрительским Вниманием Абсолютно Как справляться Особенно если Небольшая аудитория У меня просто Как раз таки В русском театре Миничехова Был случай Метод Гронхольда Был спектакль И кто-то чухнул После чего Начали Начали улыбаться Но очень пытались Скрыть это Актеры У них уже пошла Доцепная реакция Когда ты смеешься От того что кто-то смеется Ну в общем-то Весь зал тоже так С пониманием Отнесся к этому Но разные же ситуации бывают Особенно когда маленькие Ну то есть там Зрителей Небольшое количество Ну Ну как Воля Ну не всегда же она Иногда бывает Когда ты не можешь С собой Справляться Ну ничего нет Зритель прощает Если он видит Что это искренний Какой-то раскол Конечно же Ну зритель в основном Подхватывает Ну то есть Если это какая-то Супер серьезная сцена Со слезами Ну Начинается драка Начинается драка В зрительном зале Ну Это всегда очень неожиданно И всегда выход Находится Ну непосредственно На площадке Когда все смеялись От того что человеку сказали Будь здоров Мне нравится Мне нравится Мне нравится Вот когда сдача была Вот недавно Пяти песен По памяти Александр Маликов Вышел Заканчивает Свои выступления И кто-то в зале Сделал Общи И он так говорит Вот видите Правду говорю Будьте здоровы И зритель опять Понятное дело Что он подключается Сразу И это смешно То есть Это тоже от актеров зависит То есть Кто-то колется Кто-то подыгрывает зрителям У меня была такая ситуация С Вероникой Плотниковой Тоже на малой сцене Интимная обстановка И по сюжету Никого вокруг нету И вдруг Мужчина на первом ряду Так громко Смачно чекает А мы сидим Как бы с ней Ну И говорим Об отношениях Так тихо В полголоса И он так чихает И я ей говорю Будь здорова Ей Ну как будто бы И все И оба Она начала смеяться Я начала смеяться Ну как бы Хотелось так пошутить И ну Ну посмеялись чуть-чуть И продолжили Ну и зритель тоже посмеялся В общем чихание Главный Главный Враг Врага Атмосфера А вот нету такого Что актеры Скажем Подхалывают друг друга Я читал воспоминания Хлевадурова Когда у него была Пьеса Где он играл полицая Там вот Ему там жена говорит Вот придет советская власть И где твоя советская власть Там значит Он заглядывает там Под кровать Выдвигает ящик стола И ему там написали Оставили картонку Советская власть И он захохотал То есть он говорит Что это был момент Ну то есть он понял Что его разыграли Но ему было очень тяжело Вернуться вот в этот образ Потому что он Ну просто начал хохотать На сцене Вот Говоришь Это просто Ну вы говорите Мерзавцы Ну вот как так можно Вот было делать Над партнером Нет Ну бывает конечно Да По всякому Хочется же иногда И поразвлекаться Но Нет Это все без обид Ну то есть Это не делается С целью человеку Насолить А все равно Как-то рассмешить И потом это обсуждается Телефонные звонки Кстати Вот в зале Вот Насколько это Может сбиться Это просто Какая-то часть Некультуры К сожалению И Ну это неприятно Ну а Особенно Когда говорят Перед спектаклем Раз пять Или десять Или пятнадцать Выключить телефон Вот у нас На малой сцене Правда Спектакль И там тоже была Такая ситуация Мы вначале Выходим И говорим Ну все актеры Говорим Пожалуйста Выключите Мобильные телефоны И акцентируем На это внимание И вот в какой-то момент Вдруг раз И зазвонил телефон В середине И мы С Лешей По-моему Так повернулись На женщину Мол Ну как же Мы же говорили Она такая Так я выключала Выключала Он звонит Всегда найдется Кто выключал Ну не знаю У меня был случай В Минске Когда Мы получается Играем спектакль Уже последняя сцена И Звонок И я просто слышу Женщина сидит На первом ряду И она так Алло Да Я в театре В театре Говорю Да Скоро закончится Да В театре То есть у нас идет Финал И вот эта вот женщина Она пока не договорила Ну то есть ничего не происходило Понятное дело Ну то есть мы Мы играли Мы играли Но зритель слушал ее То что она в театре находится Вообще все такие вещи Они забирают внимание Абсолютно Когда кто-то начинает шуршать Все кто вонгрул Сразу же Обращают внимание И снимается внимание с нас Мы конечно же слышим Но продолжаем Но это Приятно Так что друзья Вот это я уже обращаюсь слушателям Приходите в театр Выключив телефоны И не шуршите Не забывайте Старайтесь вести себя тихо Смеяться или плакать Это можно громко 29 февраля 29 февраля премьера И далее я понимаю И в марте И в апреле И в мае То есть уже распланирован Этот спектакль Еще раз Вот драгоценные камушки жизни Режиссер Резия Калныня И это моноспектакль В который будут вовлечены Каким-то образом Еще и зрители Да То есть такая вот интрига Такая интрига И если вдруг Вот вы пришли один раз Вы можете смело Идти еще раз Потому что Исполнители Вот главной роли Два Это Анатолий Фичин И Иван Стрельцов И как раз они будут Попеременно играть Этот спектакль На малой сцене Режского Русского театра Имени Михаила Чехова Драгоценные камушки жизни Спасибо вам большое Спасибо вам большое